Девушки отдыхают Эти звезды, все эти грозные соперники остались в прошлом Два боя за плечами у каждого И сейчас третий решающий поединок И они сойдутся И останется один победитель Дым Иероглифы Иероглифы Яшифир Исато А кто же еще? Это его Выход Два трехраундового поединка сегодня состоялись и очень здорово, очень рационально, рассудочно и вместе с тем очень жестко боксировал этот спортсмен. Практически слово в слово все это можно повторить у Джорджио Петросянина. Оба бойца Муай-Тай и оба добрались до финала. Это и символично и закономерно, потому что Муай-Тай при всем изобилии различных единоборств. Вещь очень практичная, очень эффективная, надежная и грозная. Я Шахиро Сато, финалист турнира K1 World Max. И сегодня на токийском ринге в финальном бою боксер, которым гордится вся Армения, который в полной мере может также обрадовать и итальянскую публику. За Италию сейчас выступает под итальянским флагом Джорджио Петросян. Замечательный боксер, который оставил свою зарубку на этом раскидистом дереве K1 World Max. В 2009 году он стал чемпионом, победителем токийского турнира вот такого же, вот этого же. И вот сейчас что? Есть возможность повторить дубль и войти в когорту великих. Энди Сойер Поднимается на ринг Джорджио Петросян. 25-летний боец в Муай-Тай. Ау-Корнер 185 см, 69.5 кг. Сато! И сейчас... Я Шахиро Сато. Ау-Корнер 178 см, 72 кг. И Джорджио Петросян. Он чуть-чуть дольше отдыхал. Есть небольшое преимущество. Но насколько это преимущество велико, мы увидим по ходу боя. И сейчас... Финал. Внимательно смотрит Женави Шахиро Сато на своего мужа. Альберт Краус, Гагу Драгу, Майк Замбидис выбыли из турнира. Ай-яй-яй-яй-яй. И вот финал. В белых трусах Гагу Драгу, Майк Замбидис, Багу Драгу, Майк Замбидис. В черных трусах Джорджио Петросян. Три раунда. И возможен дополнительный экстра раунд. Четвертый. Таков формат финального боя. Петросян. Правосторонние стойки. Он левша. И рефери боя. Ноба Кокода известнейший и знаменитейший рефери Кей-1. Петросян пошел в атаку. Контратаку перехватил. Инициативу и ногу заодно подхватил. Долго держать захват нельзя. Но чуть-чуть можно. Попадает фронткиком. Он успевает опередить, сбить Петросян. Навстречу хорошо бьет передней рукой Петросян. Ух, как у него хорошая двоечка проходит. Как она у него поставлена. Левый дергает, правый режет сбоку. Даже не раз-два, а раз-раз получается. На одном дыхании. На одном движении. Молниеносно. Как далеко и как точно способны эти боксеры попадать. Но Петросян, похоже, точнее. И вновь передней рукой на опережение. Это высокий класс. Это сработано чисто. Но мы знаем, что Сато в своей такой немножко тягучей и неторопливой манере может доставить очень много хлопот. Очень много беспокойства. Петросян лучше других, наверное, понимает, на что способен Сато. Потому что сам почти в такой же манере работает. Только огоньку побольше у него. Даже, я бы сказал, пламя бушует. Ох, как хорошо закончился раунд. Красиво. Уклончики в отходе. И в свой угол отдохнуть. Сато изрядно. Изрядно. Потрепан в боях. Ему доставалось. Но Петросян без особых повреждений. И без особых каких-то заметных ущербов для себя вышел. Из двух боев. Вот вам и Сато. Вроде бы все спокойно. Но коленом подреберье попал так, что... Да. Огоньки сверкают. Красный, голубой. Хорошо нам, ёлка. Весело с тобой. Как новогодняя ёлка. Разукрашен токийский зал. И неудивительно. Здесь финал K1 World Max. И в финальном бою. Два, наверное, лучших средневеса. Ну, так показывает и статистика, и сам турнир. K1 World Max. Йошихира Сато. И Джорджо Петросян. Петросян. В красных перчатках, в синих перчатках. Сато. И Петросян, на мой взгляд, хозяйничает. Будучи в гостях в Токио, он ведет себя очень уверенно. Вот такие джебы, против которых бессилен Сато. Ничего не может предпринять. Казалось бы, последует удар рукой, но нет. В ногу бьет Петросян. А какое-то мгновение спустя он может и наоборот поступить. Покажет удар в ногу, на самом деле ударит в голову. И делает все это артистично, реалистично. и очень-очень практично. Защита надежна. Хорошо застопорил движение Сато. Джорджо Петросян навстречу левым укороченным. Ну, что значит хороший боксер. на ногах работает очень легко, подвижен. Уже третий бой близится к завершению. А Петросян по-прежнему легок на ногах и удары его тяжелые. Сато повис на сопернике, потому что ничего не может сделать, кроме как устроить небольшой клинч. Молнии подобен Петросян. Ну, Асату помрачнел, как туча. мы знаем, что засаду это водится. Устроить засаду. Совсем казалось бы рассыпаться, а затем ударить навстречу так, что ой-ой-ой. Он это умеет. У него и ноги поставлены, и руки может быть одни из быстрых и жестких в Японии. Из самых быстрых. Но по сравнению с Петросяном, конечно, он уступает скорости. Малыш задремал. Слава Богу, что он пока не понимает всего, что творится на ринге. А вот когда подрастет, пожалуйста, добро пожаловать в спортивный зал. Хоть гимнастический, хоть боксерский, хоть куда угодно. Петросян вновь идет вперед, вынуждая защищаться Сато немножко судорожно. Вот такое чувство дистанции у Петросяна, что Сато перестал даже рисковать, потому что понимает, удары провисают в воздухе. Он проваливается. и ноги. У Петросяна работают на пять баллов. И руки, и самое главное, голова. это, пожалуй, для боксера самое важное. оговорюсь, не только для боксера, конечно, а для шахматиста тоже. Сато вымотан. Надо бы что-то предпринять, да ничего не получается. малейшая вылазка Сато тут же пресекается жесточайшими ударами. Сато колено, колено, еще колено. Ну, Петросяна этим не проймешь. Но Букакода втискивается, разводит боксеров. Бой продолжается. Немного времени остается. Если что, предпринимать Сато, то только сейчас. А что? Что здесь предпримешь? Что Петросян быстрее по всем статьям. Как выясняется техничнее. Его грамотные уходы с линии атаки. Защита великолепная. Потрясающе он работает. Браво! Спасибо за удовольствие, которое доставил нам и Сато. Отдал все, чтобы удержаться на ногах до окончания этого боя. Выложился полностью. Сил не осталось. А Петросян бодрый, свеж. Не зря поехал за рубеж. Вот он как отработал финальный бой. Так словно первый поединок в турнире. Темп сумасшедший. Движение филигранны. И Ноба Кокода сейчас поднимет чью-то руку. Кто-то станет новым очередным, но великим чемпионом К1 Волд Макс. И у Джорджио Петросян есть возможность стать чемпионом, двукратным чемпионом К1 Волд Макс. Браво. Браво, браво. мы поздравляем и всю Армению, и всю Италию, и всю Россию. Я думаю, очень много членов бойцовского клуба канала Евроспорт болели за Джорджио, потому что очень хороший бокс он продемонстрировал. Мы видим всякое, мы видим разное. Да, мы, конечно же, понимаем, что происходит. и когда появляется искрометный, когда появляется одаренный человек, мы это отмечаем особо и на общем, крепком и сильном фоне выделиться и не какими-то косичками или фартуками, а вот такой добросовестной, честной и очень талантливой работой это дорогого стоит и в полной мере и семья может гордиться Георгием Петросяном, я думаю, не обидится он, что не Джорджио называемый. Рука повреждена, ой-ой-ой, бился и виду не показал, его левая ударная была травмирована. Но очень-очень хорошо отбоксировал этот молодой парень. Но не зря он сегодня выходил на ринг. Но вот Сато нуждается в помощи врачей. Аплодисменты. Армения, Италия. 25 лет и за плечами два восхождения на Олимп Кей-1 Волдмакс. Браво, аплодисменты. Это было очень здорово и это будет очень здорово. Величайшее достижение. Весь год идет сражение. Отбор самый жесточайший, самый естественный. И вот сейчас в Токио одержать эту победу конечно достижение достойно того, чтобы сделать человека счастливым на всю жизнь. Конечно он еще не остыл, конечно он еще никак не придет в себя. Но сознание наступит чуть позже и великая радость нахлынет большой теплой волной и будет греть всю оставшуюся живую. Пусть она будет долгой и счастливой. Чемпион Джорджио Петросян одержал победу в K1 World Max. Один из престижнейших мировых турниров средневесов боксеров. По правилам K1 World Max Джорджио Петросян становится двукратным чемпионом мира. Лихо. Ну а Шехиро Сато серебряным призером. Это тоже большое достижение. Финалист это достойно, это почетно. Ну конечно его жена расстроена. как сказали бы в Ереване красавчик. Вай красавчик. Действительно здорово так четко работать. Это подарок нашему бойцовскому клубу. Молодчина. Токийская публика конечно разочарована поражением Сато, но очарована победой Джорджио Петросяна этого молодого. и как он сам сейчас уже подтвердил своим боем своей работой звездного. Звездный парень. Конечно конечно они друзья конечно они достойны друг друга. Исата тоже совершил сегодня подвиг. Весь побитый весь вымотанный да нельзя. Майк за амбидис тут как тут. Драго зато у Драго самая красивая майка. Желтая майка чемпиона. И Фредди Меркури Меркури группа Квин мы чемпионы. Вот он пояс чемпиона. Сато Сато покидает ринг. Вот и Драго Петросян, Замбидис, Нагашима. Все, кто сегодня сражался, все, кто сегодня блеснул своим искусством. Весь год шла работа, весь год продолжались сражения на рингах. Очень драматичным и нервным, но вместе с тем интересным получился Сеульский отбор. Финал 16, заключительный этап перед токийским рингом. И вот последний момент этого годового и ежегодного праздника средневесов K1 World Max. Конечно, для многих это стало неожиданностью, но именно в этом году Петросян вот так как-то выстрелил и боксирует без единого поражения. Да, да, да. Второй раз подряд. На подъеме. Если Бугдаст без травмы, без нарушения режима, ждет его очень большое будущее. С его данными, с его пониманием самой философии бокса, то, как он это видит, мне это очень близко и созвучно. Вот такая работа. Она достойна того, чтобы ее отметить. Это в традициях старой, доброй школы советского бокса. Хорошая, надежная защита, быстрые атаки, легкая работа ног и, конечно, победа.